ой лежит моя красота да симона то моя красота всю ночь чихала то ли кашляла да моя красота красота хочу сейчас машину завести поехать бассейн позавчера постирал этих или вчера нет вчера постирал стирала куда делась свое те гамаши сегодня чистенький надела симон примастилась она любит свежее белье когда постель меняешь на старую просто не забегает а когда свежего по пассиве белье залезет нюхает красота красота моя вот и ушки какой какой эльфа помыла машину сейчас хочу пойти завести мы завести ее до цветы полить здесь вот один алой такой большой он на подоконник видно за шторкой алоэ от полить их гераньки уже цвести хотят и однако одна такая маленькая геранька у меня в спальне на подоконнике стоит вот друзья привет это зинаш сегодня воскресенье так 25 время 1337 куда я намылилась я намылилась бассейн покатаемся сейчас со своего колхоза выйдем ой вниз постелила одеяло сейчас от задницы собралась она сейчас секунду с вашей нету нету вот запасилась сейчас капусту скажу утром встала вообще никакая собак закрыла вот вольер я вам я не включила по моему это видео в этом виде включу вольера прямо напротив моих окон арсентию похрен старая гвардия а досик всю ночь лаял всю ночь лаял видимо так окошко на дереве слазила но сутки сидеть тем более снег шел холодный ветер видимо она слазила всю ночь лаял я пол седьмого проснулась сейчас секунду оба какая дырень там на дороге утром где-то пол седьмого или в шесть проснулась потому что башка уже трещит вышла с телефоном смотрю кошки нету собаку отпустила они там побегали по этим а как я прошла чего вот это я молодец там дорог на дороге прямо на перекрестке такая дырень большая призывалась и там с трех сторон там трое перекресток и там кто-то видимо тормознул и стояли а я проскочила так ремень так что кошка сейчас кошка с дерева слезла тоже меча написал что ее муж девчонок сказал что муж сказал никогда не видел чтобы скелета кошек на дереве захочет спрыгнет правильно но она бедная жалко вчера было она прям эти там на верхушке видели же на верхушку на верхушку залезла там туплетки тупки она вот так ветку обхватила и вот так сидела я вчера я как грушу уже в темноте трясла трясла хотел снежком снежками закидать чтобы она спугнуть а снег вот этот последний сухой был он рассыпается в руках снежки не сухой снег был потрясла потрясла на меня там листья какие-то как-то мусор стал сыпаться домой зашла да у меня симона ночью видели коробки шурт чихала или кашляла у меня папа раньше-то говорил кашель пердё кашель пердёшь ничего не разберешь папа у меня кадр был вот заквасила капусту один раз вот эту баранью грудинку скипятила по большую кастрюлю запах хороший такой и этот собакам большую кастрюлю перелила с капусту с очистками скипятила выключил обе кастрюли они пара по разу прокипели с бассейна приеду у меня старая перловка старая да внешне уже этот геркулес потом собачьи макароны такие коричневые показывала где зерно продают здесь другом месте я покупала и туда добавляешь и вечерком хлебушка можно накрошить туда и собакам даю они любят мясной бульон овощной арсень вареную морковку не ест носики иногда может под шумок съесть вареную морковку и она на им когда сварятся и на морковку вот так поделаю по смекаю и этот и капусту мелко порежу . больше бывает им допустим когда специально и так еду не варю для этих на первомайских озерах там лед и утки дикие прям пузом лежат ой дорог смотри пузом лежат на этим на льду утки ночуют ой ночуют грузимуют у нас и какие-то знаете птички на хочу хочу посмотреть по интернету они вот такие знаете вот цапли цапли маленькие почему-то маленькие цапли небольшие ночуют бояка зимуют у нас и вот такие как между маленькой цаплей и ну давай блин таксует еще этот пожалуйста пожалуйста моргаешь между чего размером с чайку похоже на этих на цапли маленькую вот такие птички траве тела идет идет дырку приезжала давно сречка птичка пролетал я что-то пешком шла с центра вот и симона моя чё-то ночью то ли кашляла то ли чихала у них такое бывает она бывает когда переезд с турниной сухого корма на на глаз она просто не да разгрызает а не иногда вот прием большими этими кусочками глотает и она видим желудки разбухает и она вот ночью срыгивает блин такая картина не разбухшие и надо такое бывает а иногда кошки же знаете собаки вот на себя вылизывают собаки не очень кошки вылизывают себя у них язык шершавый как щетка видимо желудки когда наполняется это не срыгивают блин я первый раз когда увидел к симоныч квартире жила симоной срыгивала утром встала смотрю такие длинные какашки думал блин еще он там на коврик рыганула я думаю насрала пошла взяла этот бумажку много салфетку взяла смотрю какая-то мягкая а потом поднесла глаза посмотрела это коса шерсть желудки собирается пищевод же этот пищевод и и моя кишка тоненькая и она такого размера эти выпадают сегодня пока ничего не срыгивала вот иногда бывает у нее такое то ли у нее старость я вас низко пустила да вот так ой печку на ноги пущу жарко стало и сон светит вот так что с кошкой с уличной разобрались симона вроде так ничего помыла машину вот так настояла с этой стороны солнце эту сторону помыла нормально мыло и сразу вытирала влажа пепла а то старно ближе к дому намочила выжила стал вытирать она уже замерзает и такой знать как лед-лед вроде помыла везде а вот бампер впереди с той стороны кусочек помыла с этой стороны бампер грязный хотела на последняя статья там пока в кругу была пошла машина буду вылила там уже лень была ладно сейчас все равно захреначится машина вся в грязи стекло уже лобовое все тропинку вчера смотрела не помню то ли то ли шорс короткий чей-то то ли видео не помню или фильм это был что-то у меня в голове все перемешалось кто-то говорит женщина или от комментарий читала говорит вот детстве родители нас заставляли работать по дому а сейчас дети этого не хотят делать попробуем скажи вот вы знаете и она женщина подписала на говорит а вот я такая без толчка не приучила детей к труду я узнаете почему-то сразу про себя ну все очень про это думала я вышла выросла простой 7 уа там какая-то одна маленькая лужа была и большой груз прошел и шмек и на мою машину лобовой все в грязи значит машина вся в грязи вот я вот всю ночь думала я тоже мы с братом выросли простой и крестьянской в рабочей семье родители же на железной дороге же дорожки сработали нас не то чтобы заставляли дом убираться примеру как-то вот я сейчас всю ночь вспоминала мама не стал спать я не помню мама допустим на работу ходила и говорила или нам общий наказ или брату говорила дома полы помойте а у нас в частном доме была одна комната типа спальня там я спала потом зал там родители спали потом пристраивались там говорилось когда родители переехали они купили это сарайчик у дунданов и потом пристраивались всю жизнь всю жизнь покажись только жизнь и рада пристраивались что там закуточки вот спальня зал потом зала выходишь стал проходной был там маленькая комнатка наверное но помещался диван и один шифонер и письменный стол все такая маленькая комнатка была там брат спал потом кухонька была выход зала из братва комнаты и на всю кухню на братову комнату с улицы веранда была а еще нас вот перед печкой когда кухня заканчивалась перед выходом у нас маленькая гардеробная вот наверно зайти как по уличный туалет такой наверно это метр на полтора где-то такая просто папа набил набил вешалки раздевалка была и шторка висела сейчас помню только и вот мама уходила на работу и говорил дома полы по моему уберитесь я не знаю почему но нет я сейчас на вспоминаю все таки брат старше на четыре с половиной года старше было меня и он не говорил давай я две большие комнаты буду быть твою и зал две большие буду комнаты а ты две маленькие то есть мою комнату и кухоньку натуша поменьше это хорошо же хорошо вот это сейчас только сейчас только вспомнила брат заходил в комнаты там моей там я спала стоять две кровати письменный стол стоял и на полу ковер полаз в зале сервант стоял стол обеденный стоял телевизор на тумбочке на комоде и диван он это все стулья там что поднимал ковер на улицу вытаскивал летом я помню я вот один раз помню это мы еще маленьким ли он наверно класс 6 7 или даже меньше считайте я там сколько первый класс второй класс он ведро воды раз разлил на пол и у нас там был крагиусом покрыт пол покрашен и залагирован папа залагировал и вода раздевалась по комнате и мы за разгонялись с одного края стены комнаты зала и катались по мокрым полу там брызги в разные стороны похрен же и брат это быстро швабой все собирал тряпкой быстро протрет один раз видел что будут так разливал пару раз а так он шабру нам от тряпку намочит раз быстро протрет все попытки кто положил все я иду об этом вот там где он спал маленькой комнате там шифонер диван его стол письменный маленькая дорожка вот которая кстати вот эта дорожка которая на веранде как выходишь с дома красная у него тот маленького ловите какая-то метр по моему эту дорожку убирала там раком загнешься под стол залазишь моешь а на кухне холодильник печка стоит может печки углем дровами потопили постоянно грязь там железо обито пол чтобы угли не выпадывали но есть выпали чтобы не прожгли пол вот это гардеробная маленькая там лично обуви полно было особенно зимой зимой летом там все вот его комнатка кухня вот это маленькая гардеробная там от обуви по сами знаете сколько пыли будет потом выходишь а выходишь у нас счет к маленькая наверное метр на полтора тоже прямоугольная верандочка была там папа такой типа столик собрался собрал из этих с досок и там мы зимой приносили в ведрами воду и крышка накрывали кружка мы там вот холодную воду пили ой вот вы выходишь попить а там ведро сверху за заледенела корочка льда покрывается тоненько мы этой кружкой железной подолбим и воду холодную пешком аж зубы ломит вот и в длина получается читайте брата комнатка потом кухня длинная вот это маленькая там где вода стояла и выходишь на веранду а веранда длиной вот начинает самой этой прихожки где вода стояла на всю длину кухни на всю длину комнаты брата а там у нас в конце у брата окно выходил на веранду там было не помню то ли типа тахты было то ли диван был доли кровать стояла не помню досками покрыта что там сверху это было матрас или это кошмар было не помню вот и то получается да просто был деревянный пол доски постелили деревянный пол был и естественно эти дорожки пыль и вот это все убиралось и когда с веранды выходишь там ступеньки перед ступеньком тоже нужно почистить все а вот этот скребок был такие где грязь с подушкой скребаешь естественно там вот это асфальт вокруг подметать я вот сейчас вспоминаю блин а брат уже и забыл что он умыл он уже по быстро полу помыл и уходил всю жизнь так мыли вот до самого пока замуж не вышла я обратно к во дворе им дом построили я папа мама брат когда свободный был помогал дом себе строить и вот они получается брат жил в том доме у них родились убит и обе две дочки после свадьбы сразу они туда переехали на второй день я сейчас вспоминаю снаха ни разу ни разу у нас доме не убиралась она своем доме убиралась у нас не убирал у нас одна машинка на два дома была алмата на круглая я один раз помню когда еще не замужем была летом что-то в сад вышла смотрю она брат вынес машинку во двор мы там во дворе там во дворе по-моему воду кипятили там на печке не помню что-то откуда горячую воду брали вот поставил пошел за водой стаха подошла открыла машинку не совсем так делать когда пустая машинка там белье грязно складывать там мамина была комбинация молодые не значит комбинация комбинашка была и папина одна рубашка я вот как сейчас помню друзья хоть верьте не верьте мамина такая нежно-розовая комбинация и папина такая красная в розу полоску рубашка была лето вспотел видимо раз пришел снял и против пачкается пришел снял бросил она это все вот так вот вытащила на землю бросила постиралась свое потом потом в окно смотрю он-то протерла не портюр не потюр машинку но также вот такими пальцами закинула туда мамин комбинацию и рубашку не стиралась на кто ее жалел что я такая стерь она бедная пушистая и дети у нее бедные пушистые вот и вот когда мы в детстве вот тогда сам замужинство мы так полы мыли вот уже это было на законных оснований что брат мыл 2 к этот брат потом женился я сама это весь дом мыла там уже взрослая же уже мало того еще ходила полы мыла в ту там где родители работали где брат работал я там уборщица полы мыла же сколько лет седьмого класса пока замуж не вышла я помню папа же папа ну говорю же опять повторяюсь железнодорожники были им на работе выдавали куфайки 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 и там на железнодороге машиниста же и она в этом мазуте все в детстве помню еще маленькая была папа принес с работы летом покежной зимой носят летом принес там со шкафчиков с раздевалки куфайки свои рабочую одежду в мазуте уже все и мальска постирай а машинку она она ватная же там все простиганы смотри с вами разговариваем как приехали уже порт на улицу бортольда поворачиваем сейчас она же ватный прости простеганы машинку си закинуть машинка мотор сгорит мама большой корыто большое такое знаете из нержавейки корыто были с двумя ручками она то горячего наливала там этот порошок все замачивала потом ногами залазил туда ногами так ногами отжимала типа потом сливала воду и а это все намокшим вот представьте одеяло сибатное намочить тяжелое и она мне говорила я дома она где наш пошли папе на куфайку выжмем давайте а я ведь тогда маленькая была проезжай родная красота моя машинка красота а мужичок ей вот так за руль схватился и так сейчас я объеду там тоже тормоз долго едет мне тоже тормоз наверно дорогу не знаю поэтому медленно ей 7 воды как поменьше не знаю брата видимо дома не было мама так куфайку не так как мы выжимаем да вот так вот рукава вниз а в длину вот так чтобы потоньше было куфайку свет так свернула дает не один конец гардина держи ты держи я с этого края сейчас я проеду быстро на машин идет держи как с двух сторон будем выжимать держит начали маленькая школьница ладошки маленькие а там вот эта мокрая на разбухшие еще вот такой подул вот такой подул держу а мама всегда сильная была она с той стороны начинает выжимать и у меня вот это куфайка намочены она в руках с рук сейчас в руках прокручивается прокручивается и мама такая еще на меня ругается держи сильнее я держу она начинает это и у меня чуть ли меня вместе со мной не переворачивает в конце концов уже ну вот она выворачивает я держу вот так вот еще наверно мама пару раз и крутанула бы и я вместе с куфайка наверное вот так бы крутанулась бы на том конце с куфайка вместе и она мне в конце концов из рук вылетает мама ругается нормально не может держать что-либо ребенок я выскальзывает из рук это мы только отжали от этой мыльной воды потом натаскала я иду за водой два ой друзья откуда здоровье будет большие ведра эмалированные вот такие которые по 10 по 12 литров два ведра идешь на колонку наш дом любый дом 3 мы дом 3 4 на через четыре дома колонка большая зимой там обледенеет вода к воду набирают там леденее и такой на горку наш забраться за ручку колонки задержишься залазишь на нее держишь забыл ведро взять потом за ручку держишься вот так накидаешь за ведро там вот на носике вот такая пимпочка была чтобы ведро не падала вешаешь набираешь воду хрен с ним забраться забрался на эту ледяную вот эту колонку по пояс колонки во льду забраться забрался с пустым ведром слазить с полным ведром 12 литров воды холодный я друзья сейчас не представляю не представляю сейчас вот сейчас меня пошли именно к той колонке с таким ведром скажу на хрен надо мне сдалось ведь два ведра этот ведро спустишь половина раза нам немножко разольется потому что скользко поставишь на землю второе ведро и вот двумя ведрами по 12 литров надо будем не 12 по 10 литров в каждой руке школьницы вот так и загнешься вот не всегда было интересно вот показывают о в россии раньше деревнях с этими сюда вешают также называется карамысла карам нет и карамысла карамысла же по моему вот так деревянную то надевают и туда надевают вешают ведра и так руки закладывают и так несут а вон кара и как называть по моему карамысла всегда хотелось попробовать так ну блин кара вот и деревяшки еще тоже без сейчас проеду меня ждет что есть еду в болтаю вот просто и таксист и вот это ведро при 2 ведра принесешь мало еще два ведра получается целая корыто мама туда куфайку-то закидывает вода холодная там есть даже не прям не промывается же ты мазур и потом это опять он мокнет давайте выжимать потом руки красным как куртка и мама выжима мама держи я держу а надо выжимает выжимает я держу она просто вот свою сторону выжимать и потом когда уже до выжималась она так как начинает я я с этой курткой вот так вот еще на секунду и по нам вылетает из рук еще в секунду она меня на месте с этим куфайкой в руках если бы не отпускала потом как этот на вертеле крутилась бы о место есть сейчас на солнышко поверну машину сейчас другие я свою девчулю поставлю так так надо компактно как-то поставить и другие люди могли припарковаться хрен большую сильно траекторию взяла опа стоять назад я сама не люблю когда хочешь припарковаться там смотришь та машина между машинами расстояние большое у этой возле этой машины расстояние большое думаю нет чтоб компактно поставить чтобы там половинка там половинка и раз машина поместилась бы приоткрою окно жарко стало вот и поэтому в огород тоже у нас воду у нас во дворе у нас доме воды не было его маскалонки таскали вот так поливать блин таскаешь с двумя ведрами зимой и летом уголь привозят я помню когда брат в армию ушел мама на работе папа на работе но они заказали зил зил камаз угля там на 5-6 тонн это угля папа приехал с этой машиной у нас там где собака жила в сарай угольный там в одном конура было из с улицы там доски такие доски окошечка папа отбивал дырка выгрузил зилу так угля и уехал давайте разгружать уголь а дома разгружайте дома кроме меня никого нету блин это в армии был значит брату сколько поскольку в армию забирать 18 минус 4 14 лет мне было машину угля перекидала рожа вся черная руки все черные здесь все болит до вечера перекидывала не не помню часы кушала их перед первыми жутки не кушала это помыла потом вечером не нужно идти полы мыть тогда к маме на работу мама когда мама свободная работа толком нету она тоже мне помогала с братом ходили мы ли очень смотрю вот он до самой свадьбы до самой женитьбы ходил полы мыл так он женился восемьдесят шестом году или восемьдесят пятом году нет восемь шестом не у дочери в восемьдесят пятом году женился я замуж вышла восемьдесят седьмом году и он будучи женатым ходил когда когда дома он ходил по помогал мне полы мыть о его жена как один раз помню услышала пришли и он что-то он с работы вышла я поздно пошла когда потемно когда уже там все расходятся друзья но взрослая девушка там и парни молодые есть и мужчины молодые это значит стыдно было мыть полы руки все в мазуте это сейчас смотришь у тебя там кафель постельный протер и все от деревянные доски были покрыты покрасили раз в год а там кирзевых сапогах ходят и вся краска сбивается и вот это там где краски нет вот это мазут весь въедается в этот дерево и вот сидели скребли вот это чтобы там деревом пахло мыли мама заставляла так мыть нас вот и вот попозже летом особенно в по типу и когда темно часов восемь девять ушла полы мыть и брат допустим днем работать до восьми пока помылся выходит там в диспетчерскую отчитываться там вот ну то по работе не знаю как у них там и он видит что я пришла и он берет 2 ведро берет старую швабру берет вторую тряпку и там комната много комнат твой бухгалтерия там вот эта диспетчерская там где мы брехаловка называли там где мужики сидят в домино когда работа не домино режешься кушают там такой стол большой железный лавочки тяжелые железные вот и он тоже ходил там мыл я помню мы потом с работы вместе пришли и мама по моему закончил или мама ночную было на пока там пересменка нато помогал нам быть в основном мысом там все трое мыли кроме папы и вот мы потом не помню мама то ли на в ночную было там осталось дальше работать мы с братом вернулись домой я к себе к нам домой зашла вот там во дворе у него дом ему дом построили и он заходит и летом же окно открыто я слышу и не помню у них там уже две дочки был ли 1 . было или до 1 . на пола или она беременна была не помню и она ведь его отчитывала как тебе не стыдно женатые у тебя семья ходишь как как баба ходишь полы моешь он говорит ну чё я с работы вышел зинаш там моет он не переломится пускай моет чё она деньгами будет делиться что ли а на минуточку друзья зарплату семиклассницы кто будет деньги давать там я сейчас не помню как этот где-то по моему 16 лет мне трудовой завели а до этого как-то мама по моему записали или брата записали что уборщица уборщиком вот а зарплату получала мама и она ложила на книжку кстати вот этот мы свадьбу брату сделали за счет этих денег отдельно сберклижку складывали 70 тысяч у меня зарплата была 70 тысяч каждый месяц вот мы складывали и вот и ему свадьбу на это делали а когда они поженились где-то на несколько там месяц может пожили и снаха там свой гонор показывала я один раз сердцах сказала брату говорю не братом родителям сказала и брат слышал я говорю на хрен на так на такой женился лучше бы жигули вы новый купили бы семь дней свадьба была у нас в доме частном ее родня как столк рука на по 1 ехала по наехали о том а начинается от старик старик а старики какие-то бабки были потом его родители ну где-то 50 52 года так и родители были с моими ровесники где-то постарше и маленькие дети и грудные дети были и 2 3 лет там табор у нас в доме все забито было лежали пластами зимой 26 декабря у них посадь было вот и старый новый год я помню что мы прозевали потому что они там у нас жили какой семь дней друзья старый новый год 13 14 две недели свадьба была ну свадьба свадьба они там ну две недели ее и родня вся никто не уезжал все там жили несколько раз в день готовили вот это все жрачку срачку вот это ой-ой и после а после свадьбы я как это сказала они когда наконец когда ее родня вся по уехала аж в ушах тишина была там блин просто тишина что дома никого посторонних нету у нас кстати кошку кошку кошки держала у нас вот эти две недели кошки на улице жили народу много и там себе вот там дети пинают кошек вот там за хвост кошка запала зацепиться дети вот я помню у них какой-то сейчас взрослые уже это ее сестры снохи сестры сын слишком младший такой знаете сильно-сильно узкоглазый сама не красавица сильно такие знаете сильно как глаза глаза были маленьким тогда наверно года три или четыре был как моя внучка помню в зал кошка перебежками так между ног забегает и они там на полу игрались он не увидел ой пацан оторви выброси был он за хвост хватает кошку она за пола зацепилась там где стол стоял он ее за хвост тянет она когтями за это тут ковер тянет тут здоровый обеденный стол двигается ой кстати друзья сегодня в 10 часов на диване лежала дочери переписывалась диван так тряханула я дочери написал чувствовала я нам это в 10 в 10 15 что ли утра сегодня один раз так тряханула я думаю не может же быть что у меня эта крыша поехала но я думала смотрю один толчок был потом думаю наверное все две ночи спала думаем поэтому больше когда плохо поспишь голова кружится дочери писал грудь чувствовала землетрясение было она молчала молчал потом написал скинул мои фотографии она говорит в китае было 66 баллов у нас отголосок был значит не показалось это при сегодня вот этот пацан это кошка я думаю бедный бедная кошка мая как хвост не оторвал за хвост она дурни на ряда вот за это схватилась вот за за покой ой блин я свою пороняла нежлично нужно показывать все вот и вот потом эта кошка она это женщина ко мне идет что ли что-то на меня смотрела смотрела туда куда-то пошла оттуда вышла с входа и в сторону моей машины шла шла но я и знаю она это бассейне купались вместе у нее машина видимо и этот темно стала такая вот так а вот такая родня была вот они когда уехали после нового года вот потом почему я про старый ногу вспомнила потому что сидели как-то и там кто-то у них за столом сидели там кто-то из них говорит ой старый новый год уже что-то такое посмотрели оказывается старый новый год прошел это числа 15 16 января было а свадьба была 26 декабря вот и вот она брат отчитывала что ты женатый зачем ты помогаешь ходишь как баба полы моешь пускай она моет она что-то своим дети твоими с тобой деньгами будет с нами деньгами будет делиться смотрите у него же фонда она поэтому смотрела подошла близко а у него там за рулем муж сидит а теперь поняла он там хопите она наверно подумал что муж выгнал машину сюда я например так идет где-то метр три осталось так идет и в сторону мне машины смотрят я думаю что она смотрит потом посмотрела видишь на красные куртки она потом развернулась пошла туда и сейчас муж оказывается ее машине ждал ну муж наверное вот и ведь ведь попробуй скажи родителям что я полы не буду мыть или но потом даже не помню чтобы пару раз помнишь мама говорю помойте полы но потом не обратно гонял и печку заставлял топить учил на этом вещи витя пригодилась и во дворе и к собаке кто-то из девчонок писал что собаки как вы какашки их не убираете я написала открыт дверь я написал что осенью весной как немножко вот это снег земля подсохнет в огороде там где в саду я даже может вам покажу вот такое большое ведро на на этот из под эмульсии большой на 25 литров я с лопаточкой таким свинчиками с палочкой хожу собираю какашки собачьи ведро складываю воняет бывает и свежие летом тоже прохожка жара не растет какашки подсохнут собираешь чтобы не наступить самой же осенью когда уже земля уже это самое за лето там где травы траве может осталось какашки осенью когда видно уже трава жухлая тоже хожу собираю какашки а куда денешься а в частном доме жили у нас собака одна маленькая шарик был бегал не знаю там он маленький маленькие какашки были а во дворе у нас было вот типа как досик овчарка с дворняга помесь он на цепи был он во дворе бегал и там бывал что канал жидко покакает он мог и на асфальт когда не дотерпит там где земля есть он мог и на асфальт покакать и вот эта метелка собираешься в воду и смываешь и постоянно у нас такого не было что я девочка я не буду собачьи говно убирать и за собаками убирала а сейчас не знаю как дети я просто по своим детям по своим детям я помню когда я в охране была еще работал в охране дочка замуж вышла и один раз приезжают дочь взять им и дочь говорит мам сколько вы там получаете зарплату я говорю 40 тысяч мне дочь говорит взять сидит и они а дочь говорит мам давайте мы вам каждый месяц будем 40 тысяч давать только вы пожалуйста уйдите с охраны и взять вытаскивать деньги на 100 положил вот вот этот дочь на сгод нате мамам 660 тысяч пола дали или 40 тысяч друзья мне обидно стало может она стеснялась тоже перед перед мужем же перед зятем что в охране работаю вот сын тоже немножко так это он не говорил лицо сын немножко тоже так когда в охране работал как-то вот так я не помню то ли сыну то ли дочери сказал или можете не сказала ли муж сама так думала но блин то что мама работает в охране они стыдятся а на эти деньги что мама их кормит одевает обувает это не стыдно ой ладно друзья пошла купаться знаете же я еще как заведусь и понеслась душа в рай пойду искупнусь потом на обратной дороге поболтаем а